Выплатить компенсацию и восстановить в должности. Такое решение вынес Октябрьский райсуд в отношении Романа Гадунина. Напомним, 8 июля губернатор области Владимир Сипягин уволил своего заместителя по статье, которая обозначена в Трудовом кодексе как увольнение по утрате доверия. При устройстве на работу в областную администрацию Гадунин должен был предоставить полные сведения о своих счетах, доходах и недвижимости. Но этого не сделал. За это с ним и решили расстаться. Но Роман Гадунин с этим не согласился и подал иск в суд. По мнению его адвоката, нарушения были незначительные. Правонарушений нет. Просто некоторые сведения были выпущены Гадуниным из вида. Просим восстановить Гадунина Романа Сергеевича в должности заместителя губернатора Владимирской области. Взыскать компенсацию морального вреда 500 тысяч рублей и взыскать заработную плату за время вынужденного прогула. По подсчетам адвоката, с даты увольнения и по настоящее время при сохранении должности Гадунин получил бы зарплату размером примерно в 650 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск Романа Гадунина частично. Судья постановила восстановить Гадунина в должности вице-губернатора, выплатить ему зарплату за время вынужденного прогула в размере чуть больше 657 тысяч рублей, а вместо полумиллиона в качестве компенсации морального вреда Роман Гадунин должен получить 5 тысяч. Сам чиновник в ходе телефонного разговора так прокомментировал решение суда. Закон восторжествовал. Дальнейшую свою судьбу посмотрим по развитию событий. В планах должен решать работодатель. Решение суда я восстановлен в должности своей, из которой меня уволили на данный момент. Как считается, суд незаконно. Поэтому я выхожу на свою должность. Исполнять обязанности, которые я исполнял. На работу я выхожу в понедельник. Напомним, это не первое неудачное увольнение Сипягинской администрации. Ранее они увольняли через суд Александра Романенко. И у них также ничего не получилось. С директором дорожного департамента пришлось расстаться полюбовно. То есть по соглашению сторон.